Школа деловой журналистики открылась, но нестандартным образом. Участники проекта приступили сразу к практике. Элисота Багарри, руководитель школы, разделила участников на четыре группы для написания общего поста и снятия видеоролика. Здесь что будет, мне кажется? Я монтирую воду в премьер, если бы я за полночитаю. А на телефоне? На телефоне у меня нет никакой троги. Школа деловой журналистики – это уникальная разработка пресс-службы Минпрома. Проект реализуется уже четвертый год. Среди выпускников школы – специалисты по СММ, контент-менеджеры, соцсетей, журналисты печатных и телевизионных СМИ. Наш коллега Сергей Щеплягин проведет мастер-класс и поделится с богатым опытом с юными журналистами в конце сентября. Хочется рассказать вообще о профессии журналиста, потому что я занимаюсь этим не первый год. На самом деле профессия очень интересная. Она многогранная, это постоянные поездки, съемки, общение с людьми. Это хочется всю атмосферу, профессиональную атмосферу передать курсатам школы. Сразу после практических занятий 40 человек от 12 до 46 лет стали счастливчиками открытия центра «Мой бизнес». Он представляет собой портал для поддержки начинающих предпринимателей от бизнес-инкубаторов и лицензирования до микрозаймов и социальных контрактов. Участникам школы, как никому, интересна предпринимательская тема. Своим опытом поделилась выпускница школы Валерия Малова. Я по образованию филолог, но я всегда хотела попробовать себя именно в журналистской деятельности. Мне было интересно посмотреть, смогу ли я со своим образованием работать именно журналистом. В процессе я поняла, что мне не нравится, например, снимать видео, но мне нравится писать, писать статьи, писать какие-то интервью в газеты, в журналы. И, соответственно, сейчас я с этим плотно работаю. У меня были после окончания школы, поступило несколько предложений по ведению соцсетей, написанию статей для сайтов, и, соответственно, я сейчас работаю в этой сфере. Также представители исполнительной власти рассказывают про национальные проекты, такие как международная кооперация и экспорт, производительность труда. Администрация активно поддерживает начинающих журналистов и бизнесменов. Три года назад мы приняли решение создать такую площадку при Минпромдорге для того, чтобы в первую очередь объединить самых профессиональных журналистов, те, кто говорят о реальном секторе экономики, те, кто активно проявили себя в деловой журналистике, для того, чтобы воспитать молодые кадры, для того, чтобы большее количество людей могло говорить о реальном секторе экономики так, как оно есть, то есть то, что происходит. Курсанты школы будут проходить практику в формате пресс-туров на промышленных предприятиях, таких как завод имени Петровского и ЦК АКБ по СПК имени Алексеева. По результатам поездок участники должны будут подготовить материалы и разместить на своих личных страницах в соцсетях. А мы лишь желаем им удачи на новом пути. Юлия Чернова, Вячеслав Орлов. Время новостей.